Машинно-апараторная схема линии производства рыбных пресервов. Основными стадиями и операциями производства рыбных пресервов являются Мойка рыбы полуфабриката Сортирование, разделка рыбы на обезглавленную тушку, филе, кусочки Приготовление консервирующей смеси, соусов и гарниров, масел Подготовка и подача порожних консервных банок, тары Дозирование и фасование в банке рыбных заготовок и заливок Рассола, соуса, маринада, масла и т.п. Контролирование и укупоривание консервных банок Заполнение продуктом Оформление внешнего вида укупоренных банок и упаковывание их в транспортную тару Комплекс разделочного оборудования данной линии предназначен для переработки двух видов полуфабрикатов Соленый неразделанный сельди или разделанный на тушку скумбрии При производстве пресервов из сельди соленый полуфабрикат платку 1 направляют на приемный вращающийся стол филетировочной машины 2 В ней выполняется разделка рыбы на филе тушки Удаляют головы, плавники, чешую, внутренности, включая ястык, икру и молоки Тушку разрезают на две продольные половинки вдоль позвоночника Удаляют позвоночные и реберные кости Отрезают киль, брюшко Соленый разделанный полуфабрикат промывают в солевом растворе плотностью 1,03-1,06 грамм на сантиметр в кубе Массовое соотношение солевого раствора и рыбы 2 к 1 При температуре солевого раствора не более 15 градусов Цельсия После филетирования ленточным конвейером 3 филе тушки Сельди передается на оборудованный рабочими местами конвейер 4 для инспекции и ручной дозачистки При производстве пресервов из скумбрии сырье подается системой ленточных конвейеров 3 и именуя филетировочную машину 2 на конвейер 4 для ручной разделки на филе Полученные филе тушки укладывают шкуры вниз на приемный конвейер шкуросъемной машины 5 В ней из тушек снимают шкуру, затем их разрезают на кусочки и ленточным конвейером направляют на приемный стол фасовочной машины 6 В эту машину с накопительного конвейера 11 подают порожние консервные банки, вымытые в машине 12 В машине 6 филе загружается в рыбоводы, дозируются порциями и фасуются в консервные банки, которые затем поступают на весоконтрольное устройство 7 С него отбракованные банки подают на пластинчатый конвейер, снабженный рабочими местами с весами для ручного исправления массы рыбы в банках Одновременно с подготовкой рыбы проводится приготовление соуса Банки, содержащие порции рыбы нормативной массы, пластинчатым конвейером загружают в дозировочно-наполнительную машину 8 В которой фасуют заданную дозу соуса – заливки При необходимости закладывают гарнир или подают растительное масло Заполненные продуктом консервные банки укупоривают в безвакуумной закаточной машине 9 Оформление внешнего вида укупоренных банок и их упаковывание в транспортную тару выполняют с помощью комплекса оборудования 10 В состав которого входят устройства для мойки и сушки банок, этикетировочные машины и укладчик банок в ящике Машина для сортировки салаки предназначена для сортировки на 4 размерные группы Длиной до 70 мм, от 70 до 90 мм, от 90 до 110 мм и свыше 110 мм И состоит из станины 3, привода 6, сито 1, питателя 4 и оросителя 2 В нижней части станины крепится приемник 11 Представляющий собой наклонный лоток, разделенный тремя передвижными перегородками на 4 отсека В каждый отсек приемника поступает отсортированная рыба одного размера Сито машины приводится в действие от индивидуального электродвигателя 10 Через клиноременную передачу 9, эксцентриковый вал 7 и 2 эксцентрика 8 с тягами Сообщающими ситу колебательное движение Сито – главная часть машины Представляющая собой набор нержавеющих труб 12, диаметром 31 мм С полированной поверхностью Трубы снабжены вертикальными пальцами, обеспечивающими разворот рыбы вдоль сита И имеют по концам бобышки для крепления к гребенкам Гребенки поставляются сменными с различным шагом Что позволяет регулировать зазор между трубами Они подвешиваются к станине с помощью 4-х пластинчатых пружин Причем все сито располагается наклонно под углом 8 градусов к горизонтальной плоскости Трубы в гребенках устанавливают веерообразно И расстояние между ними постепенно увеличивают к нижней части сита Питатель 4, расположенный в передней части станины, представляет собой наклонный лоток с гофрированным днищем В передней его части укреплен барбатер для смачивания рыбы Угол наклона питателя можно менять от 28 до 35 градусов Для регулировки количества рыбы, подаваемой на ситу, питатель имеет заслонку 5 Которую можно передвигать в вертикальном направлении Ороситель 2, предназначенный для орошения рыбы водой, состоит из 13 перфорированных труб диаметром 13 мм И крепится над ситом Машина работает следующим образом Рыба из питателя попадает на кореблющиеся сито И обильно орошаясь водой, сползает вдоль него По мере увеличения зазора между трубами, рыба, сначала более мелкая, проваливается в соответствующий отсек приемника Рыборазделочный полуавтомат ИРА Предназначен для разделки лососевых, горбуша, кита и других рыб Он отсекает головы Отрезает холстовые, спинные, жировые, анальные и брюшные плавники Вскрывает и распластывает брюшную полость Удаляет внутренности, вскрывает почки и удаляет сгустки крови вдоль позвоночника Окончательно очищает и моет брюшную полость и обмывает тушки с внешней стороны водой Полуавтомат состоит из следующих основных частей Станины 2, операционного барабана 1, голого отсекающего ствола 3, загрузочного лотка 4 Механизмов для отрезания плавников 5. Хвостовых, 6. Анальных и брюшных, 7. Жировых и спинных Механизма 8. Для вскрытия брюшной полости Распластывателя 9. Механизмов 10. Для удаления внутренностей 11. Для вскрытия почек и удаления сгустков крови вдоль позвоночника 12. Для окончательной зачистки и мойки брюшной полости Конвейера 13. Для выноса разделанных тушек Водопроводной сети и привода Станина выполнена в виде двух вертикальных чугунных рам, покоящихся на чугунной плите В верхней ее части установлены стойки, на которых укреплен электродвигатель и главный вал привода Операционный барабан состоит из двух чугунных кольцеобразных, правой и левой половин, вращающихся совместно Внутри барабана неподвижно установлены правые и левые кулачки, в пазах которых катятся ролики, укрепленные на ползунах, обеспечивающих роликам возврат на поступательное движение Ползуны снабжены иглами двух видов Простыми для захвата рыбы за спинную часть и фасонными для захвата рыбы за хвостовой плавник Ползуны смонтированы в окнах операционного барабана и имеют по три простых иглы и по одной фасонной В операционном барабане имеется 90 простых и 10 фасонных игл Ползуны с различными видами игл размещены в операционном барабане следующим образом Между каждыми двумя ползунами с фасонными иглами размещено по три пары ползунов с простыми иглами За один оборот операционного барабана вокруг кулачков каждая пара ползунов сближается при захвате рыбы и расходится, освобождает ее Разделанные тушки падают на цепной конвейер, выносящий их из машины Барабан опирается на шесть опорных роликов Зазор между правой и левой половинами барабана зависит от величины и конфигурации обрабатываемой рыбы Регулируют его с помощью опорных роликов барабана Барабан приводится в движение с помощью чугунных цилиндрических шестерен Фигурные простые иглы выступают в щели между половинами барабана Профиль этих щелей соответствует форме спиной части лососевых рыб Спасибо вам за внимание Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok